И жизнь поэтому тут, в общем, такая вот, как потом. Поэтому есть смысл расти сюда, чтобы жизнь была легче, облегчая душу, мы всплывая выше. И потом, говорит, жизнь как в сказке, все как по обмановлению волшебной палочки. Ты только подумал, а вот оно уже происходит. Ты только подумал, а вот оно все происходит. Жизнь тебе все на плече, тебе в лобой каемчике преподносит. Так это выглядит. Поэтому, когда возникает вопрос, допустим, ходить на лекции, допустим, или потратить эти деньги на магазин, вы теперь можете думать, что то ли мне расти сюда, получать знания и туда расти, то ли вот сюда на туалет потратить эти деньги. Есть как бы повод. Все, в принципе, теперь могут это делать осознанно. Это вывод и это решение. Некоторые говорят, не надо же лить денег на учет. Да может быть, не надо. Но это выбор каждого. Кто-то хочет совершенствоваться. Интересное, не душевное, а духовное. А кто-то даже не подозревает, что это существует в земле. Он почитает себя кустом мяса, и живет на них рефлексом, инстинктом. Поэтому я в таком. Хорошо, вопросы? Это вы говорите, что повернется тот человек в лучшей стороне, это же подобное притягивает подобное, да? Да, 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 да. Ну, просто, не просто подобное. Это принцип подобия, который, вселенский закон, когда готов, чтобы вступить в взаимодействие, иначе вы просто не соприкоснетесь, вы не сможете взаимодействовать. Либо вы ее не увидите, либо она вас не увидит. Но это очень интересно. Вот когда вы начинаете всплывать, это настолько интересно, когда люди не могут объяснить, почему им вот так хорошо с вами. Когда им хочется сделать вам хорошее. Они от себя этого не ожидают. То есть, они сами удивляются. Они потом вообще не знают, что со мной было. Ну, если я вообще себя не такая, а тут я взяла, даже и вы не сказалось. Вот такие хорошие люди, они не хочется вам делать приятное. Вот просто хочется. Ты стоишь, думаешь? Как съездить в этом случае? Ты же не обычный покупатель, к примеру. Поэтому смысл расти. Жизнь становится интереснее. Ещё вопрос. Загрузил? По основному оберлению? Ну, всего лишь я к чему сказал, что нет смысла жить неосознанной жизни. Всё-таки стоит осознать свою жизнь. И задумываться о том, если что-то не устраивает, значит, что-то меняет свою жизнь. Не устраивает взаимоотношения. Значит, они не так. Значит, постройте их так. Но единственное, не ищите крайнего на стороне. Когда мы... Это самый простой и самый никуда не ведущий способ. Когда мы во всём виним кого-то. На самом деле, весь мир — это наше отражение. Вот точно так же. Вот если мы вот здесь плохие, то к нам тут будет мир плохим. Все будут плохие вокруг нас. Если мы начнём меняться в лучшую сторону, и мир вокруг нас начнёт меняться в лучшую сторону. Это тот же принцип. Если бы вас что-то не устраивает, это есть повод. Это как раз та дверца в путь самосовершенствия. К изменению себя в лучшую сторону. Подумать. А вот как можно? И придут знания. Главное — заходить. Именно вот это чувство неудовлетворённости, что вам не устраивает то, что как есть. Но оно же как-то возникает. И причём, нет, ну, у многих оно возникает. Но я говорю, решать тремя способами. Первый способ — революцию. Вот я говорю, семейное отношение. Вот не устраивает отношение, а все равно. Революционный способ — развестить. И начать то с начала. Вот. Он до основания разрушен, а потом. Типа новый парк будет строить. Ну, не важно. Куча лучше, но попадаешься. А может и не получится. Второй способ — терпеть. Ну, такая у меня зубина. Вот, значит, мне такое. Ну, всё, терпеть. Приспособиться. Вот. И третий способ — это измениться самому. Меняешься ты, меняются другие. Меняется мир вокруг тебя. Вот об этом третьем пути не стоит забывать. Не идти вот на поводу, то, что вот всё, на порядке содержит. Давай революцию идти. Не устраивай поменять свою жизнь. Не поменять, а изменить в лучшую сторону сам. Потому что мир, нам нужно пройти те уроки, которые нам нужны. И, кстати, вот здесь, когда мы проходили через эти миры, все идут не по одной схеме. Вы согласны? Кого-то легко, кому-то сложно. Кого-то сильно приучат в школе, кого-то не очень. А кого-то вообще, ну, это школа, это вообще лучшее время. Ничего там не полуплохого. У всех свои уроки в этой жизни. И через эти миры, проходя, мы проходим свои уроки. Потому что, кроме того, что мы приспосабливаемся, мы ещё извлекаем уроки, развиваем какие-то свои качества, в том числе и душой. Поэтому это всё не просто так. Это тоже некие маленькие пусть уроки, это назрелость наша. Мир — это зеркало, которым отражается то, как мы отражаемся в этом зеркале, через наши поступки, мысли, дела. Что есть вопросы? Ну, всё, тогда закончим. Раз нет вопросов... Спасибо. Спасибо.